вот прямым рядом стоит вот с ручника снимаешь и такое вот ощущение что как будто дверь приоткрыта вот едешь даже вот кого-то обходишь и получается такой звук какой ты по туннелю уже идешь нарушена герметичность выруливаем стоянка вот после рязани как которую вчера собирались нее и заехали еще места были нормально переночевали выспались сегодня у нас уже четверг 20 20 28 до 28 а ведь мест уже нет на стоянке васяга случайно от положили эти не заезжали больше же места освободились во всяком случае только что 2 28 января 432 километра нам до таможни в пензе что у нас не хотят до ну ли дождь то ли снег снег с дождем что у меня маша надо будет провода посмотреть от потрясения что-то стало у нас зарядкой мозги компассировать от пережитых ощущений 232 232 это докуда у нас 232 не знаю докуда 232 едет до ближайшей заправки заедем купим кофе чуть пожевать потому что пусто все ни черта нет что-то как-то после полтора дня на голодном пайке что-то есть охота холодильник пустой не рассчитывали мы что мы все-таки до пензы будем ехать нам об этом сообщили по ходу движения я лично думал что мы доедем до москвы до москвы брать с собой что-то смысл никакого не было ну ладно прорвемся как-нибудь там в пензе станем на таможню там магазин рядом можно будет сходить чего-нибудь чтобы червячка можно было на крайняк заморить когда-нибудь если приспичит хотя клиент обещал за день до раз то можете разгрузить дай бог погодка сегодня с утра смотрю совсем шепчет прям щебечет если я не ошибаюсь а с правой стороны у нас будет газпром поедем на него завтракать а тут вот я и не знал на газпроме тоже огромнейшая стоянка раньше здесь ничего не было и по-моему газпром этот расстроился такой поменьше был вообще был никакой такой но в самом случае стоянки точно не было а так правильно чуть земли то хватает территория большая вон взять почистили заасфальтировали все ну как бы больше то и стоять то негде поэтому там и места по и были на той стоянке обычно на той когда это и не было уже было не вбиться часов 7 вечера и забивали полностью а так как вот это появилось то может кто-то сюда туда туда есть вот мы кофе большой хот-дог вот такой у нас будет завтрак а что делать кому слегка сейчас кусанем не поеду машин нету на газпром никто не ломится перекусим быстренько хот-дог схема уже кофейку на ходу будем пить и все вперед в путь шанс заходим не пошел по объездной по этой убитой утро еще ранее это уже вот народ просыпается машин побольше стало конечно но объездная она побитая поэтому лучше через город пройти не знаю точно короче не короче по-моему по километражу примерно там плюс-минус одинаково здесь на дорогах хорошие не надо там по этим ямам подпрыгивать шанс их основанная не успел прочитать а вот а это источник 1500 а монастырь 1573 году там какой-то монастырь основан а вас у каша а в каком шанс не прочитал темно не успел плохо написано было как шанс к нам двести восемьдесят четыре километра на место макшан тамбов да отсюда можно уйти на тамбов обычно здесь на этом перекрестке 100 полица и кучкуются сейчас у них наверно пересменка 7 утра раз их нет так сколько не едешь практически всегда они здесь стоят хоть дождь притих немного 0 за бортом погода мерзкая походу в кого-то уперлись так не видно саратовский этот впереди который коллега так он быстро бежал всегда ну вот я за ним уже давно еду а ну да впереди как это вот если бы не вчерашний шиномонтаж вот за ним тут километров через пять после шацка с правой стороны стоянка была мысля туда доехать ну вот ё-моё ни свет ни зря светофор еще работают как говорил один небезызвестный обладатель рыжих кудрей ему говорит досталась мордовская ссср добро пожаловать в республику мордовия куда мы едем правильно организм требует мяса мясо поэтому мы едем в мед кушать видите хорошо что вот ну не то что хорошо имею ввиду что час уже как месяц день увеличивается и вот время сейчас из 10 8 осветать уже в семь часов уже начало уже практически светло то есть уже чувствуется что я думаю где-то в районе часа уже времени световой день добавился мы сейчас мы заедем нашу кафайку ладно вон ее не проехать плотно-плотно покушаем и от нее километров 200 нам остается все нормально часам в 12 мы будем пенсии мордови это чуть-чуть но вот этот у мед известный на весь на всю россию деревня которая все торгуют ну не все но процентов 90 вдоль дороги каждом домике торгую шашлыками заедем завалим мясца уже аж слюнки цекут аж подсасывает хочется мяса не этого хот-дога не этой сосиски не этой булки именно мясо все требует организм требует все у нас тут обгон разрешен уже нет вон то может и будет разрешено обогнать нельзя брат узбек впереди потихоньку ездит что у нас там а вот маленькая проходит и можно идти алексей николаевич на тоже разогнаться надо почти двадцатка за плечами спасибо скажем за стрелка вправо не полностью моргает правый поворотник именно спереди не работает это ленточка которая там короче она она пришла в негодность у нас такая полоска была которая моргала ой но она отсутствует теперь главное не пролететь малиновый звон если я не ошибаюсь харчевня которая нам полюбилась будет она у нас по левой стороне по-моему после магнита где-то вот где-то посередине только что вот обочины такие тут не внушающие сильно доверия так видите дымок ведет со всех молодцы вот придумали ждал всей деревней красавцы кому-то же пришла мысль идея такая голову раз-раз-раз-раз все друг задушкой наверно поддержали и вообще интересно было бы история как это все образовался и не умеет на шашлычный дворик называть что-нибудь типа такого малина высого начала начала надо магазин еще проехать или магнит или пятерочку надо проехать и потом по левой стороне будет наши фанерный комбинат направо да я слышал здесь даже и на европу здесь парни грузится сестер вот мы мог там от магнит проезжаем и где-то он сделал тут грузовик стоит нет это не то но неужели проехал потому что уже это было вот 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 по моему слева здесь это рожденные в ссср это не то ешкин хода как здесь наше кафе как это я так ее проехал интересно может она все таки вот там дальше нет вот уже магазин она была после пятерочки может света не горела вывески короче пролетел походу как но пойдем куда-нибудь вот сюда то на влево значит пойдем здесь пробовать но это ж надо так ну цыгач убрал не хвост дороги убрал надо усталость освободить на полце встанем а может больше понравится грузинская кухня написано харчо борщ шурма солянка пойдем сюда чё делать то получилось так что проскочил все-таки вот блин был без пока все нравится милая приветливая хозяйка только что нам пожарили шашлычок сейчас мы его попробуем на вкус и потом скажу приятного нам аппетита уютненько здесь так будем кушать хозяин приехал так надо перебежать дорогу плашной поток все классно все вкусно все свежее все на уровне и работает круглосуточно огонь будем заезжать потому что этот малиновый звон по ночам он точно не работает когда смехал владимирович им так хотели заехать и не заехали ночью туда ехали где-то там и площадка у них в принципе такая довольно таки большая и обочина с этой стороны напротив неплохая ох все принял желудок дозу мяса сейчас кайфует и нам еще 200 километров покайфовать и мы будем в пензе время без 15 9 дай бог все хорошо 12 часам может даже пораньше притопаем на место развело огонь можно ехать насытый желудок наконец-то он хоть как хочу это желание удовлетворено мясо дает орал всю дорогу мне ехал жрать хочу говорит три дня не ели готов голодный как стая негров все базара нет надо заезжать как тут интересно думается местные службы уже арбайтен или не арбайтен перезвонил димыч перезвоню ты меня понимаешь я имею ввиду дпс и транспорт не как дедушка мне тут говорю ничего горит личного только бизнес кукин сделаем транспортный контроль аким сергеевка ох даже сварится с этим из биноклей что-то так ломанулся я думал по мою душу нет транспортный сначала нас спутал с довольно известными транспортными компаниями которые ездят на российских номерах на это белорусы одни слегка похожи сначала ломанула потом в бинокль смотрит представляется какой вес навороченный меня даже не останавливался если бы меня тормозил я бы даже не останавливался нет у меня времени желания но если бы он конечно не успел добежать на дороге если бы он там где-то оттуда откуда-то махал конечно даже не тормозил уже на дорогу успел выбежать ну обученный я имею ввиду тогда может быть да а та где-то там ходит мальчик какой-то поворотники сделал себе по центру так это что дорожники точно впереди братья киргизы наверно тащат гусики груженые чуть на хвосте по маленькой к себе сейчас если маленькая их обойдет одиночка будет видно в любом случае будет видно но они все равно выпирались они медленнее едут или узбеки тоже нагрузят свои целикавушки едут такие как в Индии а у нас уже Пензенская область идет Спасский район уже даже прошли сейчас наверное Нижний Ломовский будет если не ошибаюсь да Нижний Ломовский не знаю они так тоже хорошо топят я смотрю когда разгонятся так вот 80 идут долг емое нифига не эту маленькую не пускают смотрите он почти в лоб пошел долгом обогнать не может и почти грузовиков в лоб пошел но он едет сгружен и сильно наверное разогнать не может но он едет главное что этой четверкой это помогут номера иркутские 138 регион металлолома этого металлолома этого микроавтобуса к я не вижу а сверху там что-то корзины какие-то что-то они там такой волокут интересно но это точно парни оттуда с того региона легко ли не видать сейчас посмотрим пойдем на обгонку по прямой неплохо кочегарит второй маленькой московские транзитные так ну что сейчас будем пробовать после мана да 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 у этого гусика номера киргизские я же говорю что и этот второй тоже на киргизских прикреплено здесь на зеркале табориты а это чтобы видеть наверное есть он там сзади маленькая или нет красавца ну чё там водителя нет он на жесткой сцепке тащит это чтобы видеть сзади едет красавца ну чё а а а а а а вот коллега улетел и тоже вот вопрос чего он улетел заснул или он уходил вот откапывает его ну не лег не то хорошо эвакуатор пришел сейчас достану походу это киргизы или казахи по номеру узбек узбеки как-то они тоже так интересно вообще как-то непонятно так хвост там обычно мордой уходит вперед а он хвостом там находится непонятно мне каким образом он там так оказался но эти парни скажем так лупят сутками хотя они по двое в основном ездят особенно на рэпах кто его знает в чем причина но самое главное что не лег ничего там в принципе откопают по идее повреждения должны быть тоже минимальные ну а нам 76 осталось уже пол 11 до таможни газуем уже наверное Макшанский район начнется судя по всему Новоспаски заканчивается начнется Макшанский ой ой Новоспаски Нижнеломовский Новоспаски извиняюсь быстро тут однако восстановили еще в прошлый раз мы ехали здесь ни весов не было ремонт шел все быстро здесь привели чувство перед постом транспортным он даже закрыт был Макшанский район карта стекла для грузовиков домена продажа ремонт по самым низким ценам находимся в Макшане на 595-ом километре трасс 35 рядом с магазином магнит наш телефон 8 927 374 75 75 8 927 374 75 75 моментом моментом сколько-то времени прошло пару месяцев хотя что тут старашка налет все ремонт вставление 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 рация у нас работает только на рекламу запищала еще платон что ли вот зеленым все горит платона ну тут хоть сухо хорошо стало минус 3 ветер только очень сильный ну и как всегда лопа и 42 версты и мы в столице пензенской области который город пензе сейчас широкая пойдет уже только топи и и и и Продолжение следует...